Шанхай – крупнейший город Китая мира по численности населения, расположен в дельте реки Янцы на востоке Китая. Один из четырех городов центрального подчинения Каэнар – важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. Происхождение названия – первое из двух иероглифов, которыми записывается название Шанхая имеет значение на «над» – «верх», «входить», «вступать», «второй» – «море». На местном диалекте они произносятся как «зэдхи». Первое упоминание этого названия относится к династии Сун, когда уже существовало слияние рек Янцы и Хуанпу и населенный пункт с таким названием. Существуют разногласия относительно интерпретации этого названия. Официальная китайская историография трактует его как «верховье моря» – «взморье». Однако другое прочтение предполагает буквальное значение – «вступать на море», то есть выходить в море, что вполне подходило бы для портового города. Еще одна, более поэтическая версия предполагает, что иероглифы следует читать в обратном порядке, и тогда, согласно порядку слов в китайском языке, они приобретают значение на море Приморск. На западе ранее существовали различные варианты транскрипции – Шангай, Шангай, Сингай и Чангай. В 1990-х годах написание «Шангай», согласно правилам транскрипции «пиньинь» стало универсальным для большинства языков, использующих латиницу. В китайском языке Шанхай записывается сокращенно как «хулибэшэнь». Первый вариант происходит от старого названия реки Сучжоухэ – Худу, второй – от имени чужского дворянина Чуньшиньцзюня, жившего в Трифгойэн, в земле которого входила территория современного Шанхая и которого почитали в этих местах как героя. В названиях шанхайских спортивных команд и газет часто присутствует иероглиф. Шанхай также иногда называют «шэньчин». В западных языках у Шанхая существовало много других имен, среди них «восточный Париж», «королева Востока», «жемчужина Востока» и даже «шлюха Азии». А по их отправить матросам в плавание «два Амер», добиться нечестным путем или принуждением. География и климат Географические координаты – 31,217 градусов северной широты, 121,467 градусов, д, 31,217, 121,467. Шанхай считается в Китае южным городом, поскольку находится к югу от реки Янзы. К востоку от Шанхая находится восточное Китайское море. Шанхай разделен на две части рекой Хуанпу, притоком реки Янзы. Большая часть городской зоны Шанхая находится на западном берегу Хуанпу, Пуси, в то время как в восточной части Пудун возводится новый деловой район. Шанхай граничит с провинциями Джидзян и Дзянсу. Шанхай имеет влажный субтропический климат с чертами муссонного, четко выраженного влажного и сухого сезона нет, хотя осадков выпадает значительно больше летом. Зимой часто идет снег. Некоторые зимы в Шанхае особенно снежные. В Шанхае выражены четыре сезона, короткая, но относительно холодная зима, короткая и быстрая весна, длинное и жаркое лето, и довольно продолжительная осень, которая в Шанхае длится условно до декабря. Зимой температура часто опускается ниже нуля, а средняя температура в июле и августе составляет 32 градуса Цельсия. Исторические минимум и максимум температур соответственно минус 10 градусов Цельсия и плюс 41 градус Цельсия. В начале лета обычно идут ливни. Весной погода бывает очень изменчивой. Нередки осадки с частыми перепадами температур. Лето пиковый туристический сезон, однако в это время в Шанхае очень душно, ввиду высокой влажности. Осенью в Шанхае обычно солнечно и сухо. Листопад наблюдается в ноябре. Зимой в Шанхае доминирует пасмурная погода, бывают возвраты и тепла или небольшие заморозки. В течение года на город может обрушиться несколько тайфунов, однако тайфуны последних лет не наносили серьезного ущерба, хотя приводили к временному закрытию аэропортов и незначительным повреждениям городского хозяйства. История до того как стать городом Шанхай был частью уезда Сунцзян под управлением Сучжоусской управы. Начиная со времен империи Сунцзянхай постепенно становился оживленным морским портом и перерос свой административный статус. В 15-е в главном морским портом в устье Янце Баулюцзяган расположены около 35 километров выше по течению Янце от Шанхая. На территории современной провинции Дзянцу, впоследствии, однако он утратил свое значение из-за заиливания речными наносами. В 1553 году возведение крепостной стены ознаменовало возникновение Шанхая как города уже иезуит Матео Ричи Ок. 1600 год упоминал Шанхай как важный город, однако до 19-ти в Шанхай все же не был в числе важнейших городов страны, и в отличие от других городов Китая в нем мало исторических достопримечательностей. В 19-ти в роль Шанхая коренным образом изменилась, поскольку стратегическое положение города в устье Янце делало его идеальным местом для торговли с Западом. Во время Первой Упиумной войны в первые пол-19 в некоторое время Шанхай удерживали войска Великобритании. Война окончилась в 1842 году подписанием Нанкинского договора, согласно которому ряд договорных портов, включая Шанхай, открывались для внешней торговли. До дополнительного протокола 1843 года и китайско-американскому Венсискому договору 1844 года западные державы получили экстерриториальные права, действие которых фактически утратило силу к концу 1930-х, однако официально было отменено лишь в 1943-х. В ходе восстания Тайпинов в 1853 году Шанхай был захвачен триадой под названием «Общество малых мечей», отпочковавшейся от повстанцев. Во время боев деревенская часть Шанхая была разрушена, однако иностранные поселения не пострадали, и китайцы стремились попасть в них в поисках убежища. До этого китайцам запрещалось селиться в этих районах, но это ограничение было отменено в 1854 году, после чего цена земли в них значительно возросла. В 1854 году также прошло первое ежегодное заседание Шанхайского муниципального совета, в задачи которого входило управление иностранными концессиями. В 1863 году поселения Великобритании и США, располагавшиеся на западном берегу Хуанпу соответственно на южной и северной сторонах реки Сучу, объединились, сформировав шанхайский международный сеттельмент. Франция устранилась от участия в муниципальном совете, сохраняя независимый статус французской концессии, которая находилась в западнее международного поселения. Японо-Китайская война 1894-1895 годов за контроль над Кореей завершилась подписанием Симоносекского договора, после чего Япония пополнила ряды иностранных держав в Шанхае. Японцы построили в Шанхае первые заводы, их примеру вскоре последовали другие страны. Положив таким образом начало развития шанхайской промышленности, Шанхай постепенно становился крупнейшим финансовым центром Дальнего Востока. Во времена правления республиканского правительства в 1927 году Шанхай получил статус особого города, а в мае 1930 года – города центрального подчинения. В ходе Второй Японо-Китайской войны 28 января 1932 года японский флот подверг Шанхай бомбардировке, заявленной целью которой было усмирение студенческих выступлений против Мукденского инцидента и последовавшей за ним японской оккупацией Маньчжурии. В 1937 году японская армия с боями берет Шанхай и устанавливает там марионеточное правительство. Город остается в руках захватчиков до самой капитуляции Японии в 1945 году. Во время Второй мировой войны Шанхай стал убежищем для беженцев из Европы. Это был единственный город в мире, безусловно открытый на тот момент для евреев жертв Холокоста. Однако под давлением германских союзников по оси в конце 1941 года японцы заключили еврейских эмигрантов Шанхая в гетто, в которых начали распространяться инфекционные заболевания, такие как дизентерия. 27 мая 1949 года гаминдановские войска сдали Шанхай коммунистам, после чего в течение 10 лет большинство городов центрального подчинения были включены в состав соседних провинций. Однако Шанхай и Пекин сохранили этот статус. В течение этого десятилетия границы Шанхая несколько раз претерпели изменения. После того как городом завладели коммунисты, офисы большинства иностранных фирм были перенесены из Шанхая в Гонконг. Однако развитие города продолжалось и в течение 1950-х и 1960-х Шанхай превратился в важный промышленный центр, а также базу левых сил в КПК. Несмотря на это даже в самые мрачные и неспокойные годы культурной революции Шанхая удавалось сохранять высокий уровень промышленного производства и относительную социальную стабильность. На протяжении большей части истории существования КНР Шанхай оставался крупнейшим источником налоговых поступлений по сравнению с другими провинциями и городами. Это серьезным образом сказалось на развитие городской инфраструктуры и капитального строительства. Важность Шанхая для поддержания стабильности поступлений в бюджет также повлияла на то, что Шанхаю не было позволено начать экономическую либерализацию в середине 1980-х, как это было сделано в южной провинции Гуандун. Шанхай получил разрешение начать реформы только в 1991-м, начиная с 1992-го года. Центральное правительство во главе с бывшим мэром Шанхая Цезе Яэнс за имением начало проводить курс постепенного снижения налогов в Шанхае для привлечения иностранных и внутренних инвестиций с конечной целью превратить Шанхай в один из экономических центров Восточной Азии и укрепить его роль в качестве ворот для иностранных инвестиций в Китай. С тех пор экономика Шанхая росла со скоростью от 9 до 15% в год с самыми высокими темпами среди других регионов Китая. Политическая функция Политическая власть в Шанхае всегда традиционно рассматривалась как трамплинг к более высоким постам в правительстве КНР. Многие нынешние функционеры партийной верхушки в Пекине выросли из Шанхайской администрации в 1980-х годах, известной своей критикой крайне левых методов культурной революции и прозванной «Шанхайской кликой», придерживавшейся правых взглядов. К ней относили председателя КНР Цезе Яэнс за имени премьера Госсовета Че Жу Жонзи. Многие наблюдатели видели в тяготеющей к правым взглядам шанхайской клике оппозицию администрации Ху Цзэнтао. В административном отношении статус Шанхая приравнен к провинции, а посты секретаря горкома КПК и мэра города всегда рассматривались в Китае как последняя ступень. Перед восхождением высшее партийное руководство, четыре мэра Шанхая, включая Цезе Яэнс за имени Че Жу Жонзи, впоследствии занимали важные посты в правительстве. С марта по октябрь 2007 года возглавлял шанхайский горком КПК Си Цзэнпин. При этом решение о назначении на посты мэра и секретаря горкома принимается центральным правительством. Следует упомянуть и мэра в Шанхае и Китайской республике, которые также занимали крупные руководящие государственные посты в стране. Это Хуан Фуи Жан Цунь, секретарь шанхайского горкома КПК. Ранее занимавший пост мэра Шанхая Хань Джен открыто призывает к прозрачности в действиях городского руководства. Сложная система отношений между правительством города, банками и другими гражданскими организациями не раз приводила к обвинениям в коррупции со стороны Пекина. Однако в большинстве случаев дело ограничивалось только заявлениями. 24 сентября 2006 года секретарь шанхайского горкома КПК Чэнь Ляньо был смещен со своего поста и ему были предъявлены обвинения в коррупции и растрате государственных средств. Многие наблюдатели расценили это как знак руководителям на местах, которые отказываются выполнять директивы Пекина. Направленные на охлаждение перегретой китайской экономики, к таким руководителям относили и Чэнь Ляньо и административное деление. Город центрального подчинения Шанхай делится на 16 районов городского подчинения и 1 уезд. В Шанхае не существует единого городского центра, функционально таковой разделен между несколькими районами. Деловые центры Шанхая относятся к Луцзятззой на восточном берегу Хуанпу, Бунду и Хунсао, на западном. Городское собрание и мэрия города расположены в районе Хуанпу, который также является торговым районом, включая знаменитую Нанкинскую улицу. Другие крупные торговые зоны также включают элитный район Синтиньди на улице Хуайхэйлу в районе Лувани зону Сюйдзихуэй в районе Сюйхуэй. Большинство университетов Шанхая расположены в жилых зонах районов ЯНПУ и Путо. Современный Шанхай разделен рекой Хуанпу на западный и восточный берега, соответственно Пуси и Пудун. Пуси – это исторический центр Шанхая. Восточный берег реки Хуанпу стал новой экономической зоной, символом Китая. 21 века он состоит из одного района Пудун. Демография. Согласно переписи 2000 года, население всей территории Шанхая составляет 16,738 млн чул. В этот показатель также входят временно проживающие в Шанхае, число которых составляет 3,871 млн чул. Со времени предыдущей переписи 1990 года население Шанхая увеличилось на 3,396 млн чул или 25,5%. Мужчины составляют 51,4% населения города. Женщины – 48,6%. Дети до 14 лет составляют 12,2% населения. Возрастная группа от 15 до 64 года – 76,3%, пожилые и старше от 65 до 11,5%, 5,4% населения Шанхая являются неграмотными. В 2003 году в Шанхае насчитывалось 13,42 млн официально зарегистрированных жителей. Еще более 5 млн чул живут и работают в Шанхае, неофициально из которых около 4 млн сезонные рабочие, в основном из провинции Дзянсу и Джидзян. Среднеожидаемая продолжительность жизни в 2003 году составляла 79,80 лет. В конце 2007 года население Шанхая, имеющее постоянную прописку, составило 13,79 млн чул. Временную прописку имело 4,79 млн чул. Суммарное население с постоянной и временной пропиской составило 18,58 млн чул. Доля пожилых людей в возрасте старше 60 лет составила 20,8% от общего населения города. Согласно официальным оценкам на 31 декабря 2009 года население города составило 24,632 млн чул. В том числе с постоянной регистрацией составляло 19,213 млн чул. Кроме того мигрантов с временной регистрацией, проживающих в городе свыше 6 месяцев, насчитывалось 5,419 млн чул. Число таких мигрантов официально учитываемых статистикой выросло на 77,8% с 3,05 млн чул в 2000 году до 5,42 млн в 2009 году. Язык большинства населения Шанхая говорит на шанхайском диалекте китайского языка. Шанхайский диалект относится к группе диалектов У. Внутри шанхайского также существуют диалектные различия, однако, как правило, они крайне незначительны и не влияют на взаимопонимание. В то же время китаец, не говорящий на каком-либо из диалектов У, не сможет понять практически ничего на шанхайском. Сфера применения шанхайского ограничивается устным общением, а официальным языком является стандартный диалект китайского Путунхуа. Современный шанхайский диалект – это результат смешения различных диалектов Усучжоу, Нинбо и других близлежащих регионов, откуда в течение 19 XXVV в Шанхай прибыло большое число переселенцев. На сегодняшний день почти все шанхайцы в возрасте до 50 лет свободно говорят на Путунхуа. Владение иностранными языками также зависит от возрастной группы. Лучше всего английским владеют пожилые коренные шанхайцы, получившие образование еще до революции, а также молодежь в возрасте до 26 лет, которая учит английский с начальной школы.